Бобра, всем нету, бобра, всем здорово, дружище, и тебе здорово, сегодня мы посмотрим с тобою Пара-бам, пара-бам, Брайна, мы не смотрели его уже тысячи лет, уже прошло целые века после того, как мы смотрели в последний раз его Что мы делаем за день, сегодня посмотрим, потому что видос не особо долго, и мне интересно, что там они делают за день, и кто мы, кто мы-то, блядь, я один тут сижу Это кот, что любит меня, потому что хочет есть скорее, чтобы ему наложить Вот поэтому мне нравятся больше собаки, чем коты, потому что собаки любят тебя, потому что ты есть ты, а коты не любят тебя в принципе, наверное Да, да, вот это туша, вот это рыжая туша, ну сколько можно жрать-то, ты видишь свои жиры-то вот эти вот, вот эти вот жиры Брайан будто со мной разговаривает Ты их видишь, ты их видишь Ну ладно, ладно, как говорится, хорошего человека должно быть много, да? Ну, это же кот А хороших котов, еще больше! Ну, забавно Ой, какая квартира чистая, ой, отвратительно! Необозволительно жить в такой чистой квартире, зачем? У него еще и... не, вообще окна, кстати, сделаны круто, потому что ты будешь просыпаться от солнышка, которое светит тебе в глаза и прям Выжигает их нахуй каждое утро! Спишь в одежде? Фу, параша, я тоже так делаю Спит с котом Фу, ой, ну давай рассказывай, что ты убираешь кровать каждое утро Ой, ну, Брайан, но время идет, а ты вот все еще такой же шу... Ааа! Борода тросла А, ну, а рогательные шутки остались Это классика Да, ребят, я видел все те комментарии, которые вы мне писали под предыдущим роликом Ага Смотрю на оброшку, Брайан постарел В усах легче представить в виде отца 24 года дал я только увидел его с усами это не должно было быть так драматично ну кстати он действительно выглядят таким знаешь уже пожилой ну да кстати сразу пиздюк забавно блин очень завода как ворота работает зато у него прыщи теперь видно мне ли говорить про прыща я снова молодой без детей и без ипотеки ну и слава богу ну кстати что-то изменилось не знаю что но что-то в лице изменить собственно пока всем этим занимался наступил уже вечер я знаю не спрашивайте меня как я пытаюсь понять что изменилось я решил не пользоваться возможностью очередной раз пожрать на камеру поэтому вот вам вкусное видео моей еды сексуальной асмар блондинки за кадром асмар очень странная штука там это буквально какая-то звуковая порнуха но я бы со светом я говорил о том что стал меньше заказывать еду и больше готовить так вот вот ровно когда я пришел я снова попал на видео когда он все возвращает в прошлое это правда обычно я готовлю еду с утра либо с обеда сразу на оставшийся день ну и у меня скучная еда конечно же я думаю любой сможет это приготовить я просто отпариваю рис либо какой-нибудь крупу и в последнее время стало есть больше рыбы вместо мяса и конечно же пытаюсь найти причину моих постоянно возникающих прыщей но пока что не получается а еще и оливковое масло в виде спрея я прям уже точно он то есть действительно превратился в домохозяйку он рассказывает про еду и как он готовит еду настоящая домохозяйка еще какие-то лайфхаки в приготовлении блюд во-первых девочки мои экономии масла во-вторых меньше потребления масс спрей это аэрозоль аэрозоль вредит озоновому свою убиваешь планету сука мы не дадим холестерину испортить нам жизнь и нашу фигуру ну что ж нашу диетическую рыбку на самом деле тоже надо такую штуку делать я это запомнил я этот рецепт запомнил небольшой перекус интересно откуда же попадаю появляются прыщи а сейчас хотите увидеть нечто ужасное то что ни один блогер вам нет хотя давай срач на кухне если видео мои видео на ха-сити ты понимаешь я показываю срач где угодно ни один блогер это неправда но разве что я не блогер я твой друг йоу бро достаточна чему отсюда прикольные эффекты а теперь немного новостей я придумал добро пожаловать в рубрику ламповые посиделки нет это звучит как-то это батя тиву не это что в туалет не ходили так как будто эту рубрику ведется когда-нибудь 75 лет я тебе такое показывал будто ты видишь пенсионерка со своими кошками что довольно таки неплохо я хотел бы быть 75-летней пенсионеркой с кошками которая вела бы рубрику мне нравится штука на фоне она безвкусная но мне она нравится потому что у меня нет вкуса ламповые посиделки но сейчас мне 21 год тем более сбрил усы после моего прекрасного омоложения 40 лет до 21 теперь я могу называть эту рубрику как-нибудь по молодежному например ламповый щиток так вот из последних новостей мне открыли комментарии на всех видео на моем канале а меня кстати в некоторых видео удалили комментарии просто удалили их не закрыли просто удалили youtube странные делать странные вещи как это произошло совершенно случайно вообще официально мне открыли коменты с момента выхода видео моя мама снова пробует vr именно с того видео мне наконец-таки открыли комментарии полностью на всех последующих видео но тем не менее мне сообщили о том что на старых видео комментарии все же будут закрыты но я с этим как-то смирился слава богу мне хотя бы на новых видео открыли комментарии и совершенно случайно недели две назад я просто хотела что-то там посмотреть то ли в описании я не помню что конкретно хотел сделать но мне нужно было зайти на одно из своих старых видео не помню какое конкретно но там были закрыты комментарии я зашел в настройки этого видео и наткнулся на пункт в комментарии и в пункте разрешить все комментарии галочки не было ну так может быть у него и раньше всегда можно было открыть комментарии просто он не знал об этом может ли быть такое как обычно я подумал я потому что до этого когда мне полностью закрывали комментарии у меня тоже Просто там не стояло галочки Я её нажимал и комментарии открывались На 3 минуты Потом закрывались И потом, сколько бы я галочки не ставил, они всё равно не открывались Так что те умники, которые мне постоянно писали Что, Брой, да ты что, зайди в студию Просто нажми на галочку Это так не работало К сожалению А в этот раз я просто по фану решил нажать галочку Просто посмотреть, потому что я давно этого не делал Я нажал на галочку, захожу на видео И, о чудо, комментарии Открываются Я проверял этот метод на некоторых своих других старых видео И там тоже комментарии Теперь открыты Я, конечно, ещё не везде их открыл, но на многих Самых Ну, слушай, это круто, когда расправляются с проблемами Ютуба Вообще, Ютуб херово делает, что так долго Тем более, он как бы не самый маленький креатор А почему-то возникали проблемы Открыть комментарии человеку Странно это Популярных видео, они уже открыты На последней кнопке они открыты, наконец-таки Я помню, как я мечтал Чтобы, когда я выложил Первую часть последней кнопки Мне всё-таки открыли комментарии Но этого, к сожалению, не произошло Выпьем за это Следующая новость Я полностью засел за монтаж трейлера Последней кнопки 2 И он выйдет следующим роликом После этого Поэтому, ребята Ну и прикольно. Следующая новость. Может ты уже закончишь пи***ть и продолжишь свой чёртов влог? Он просто не ламповый. Ладно. У меня есть ещё кое-какая идейка для сегодняшнего влога. Помните ту самую картину Баба Росса, которую я так и не дорисовал в одном из прошлых видео? Супиночку. Заметили? Музыка, которая у меня играла только что на ноутбуке, играет теперь у меня на телефоне. Это вот такая вот удобная функция Spotify. Из-за таких... Безумие. Клёвых удобных функций я и перешёл на Spotify. Очень кстати мне ещё помогают рекомендации в приложении, так как я часто могу слушать одну и другую песню. Это реклама что ли? Да, это реклама. Хе-хе. Ну вот это хорошая реклама. Блин, я думал кстати на Spotify перейти, но у меня руки не дошли. Дай там покупать цена. У меня знаете иногда бывает мут спокойствия. Блин, ну на самом деле это... Вот за что мне нравится реклама на Ютабе, и за что ты должен смотреть мою рекламу. Там бывают полезные штуки. Вот про Spotify честно говоря я забыл. Я хотел на него зайти, прям хотел хотел хотел, а потом что-то вылетело из головы. Сейчас наверное я посмотрю его. Бывает иногда наоборот взрывной мут. Так вот там есть просто офигенные подборки под любое настроение. Я оставлю вам ссылку на Spotify в описании, и можете сами вам завериться, что это удобно и практично. Это прикольная штука, мне нравится. Хе-хе. А мы тем временем возвращаемся к картине, которая была нарисована мною по теториалу Боба Росса. И знаете зачем конкретно я её сюда принёс? Теториал. Ну что ж, собственно вот на чём мы остановились в том видео. Я знаю многие из вас наверняка хотят, чтобы я дорисовал её по-настоящему. И возможно когда-нибудь я это сделаю. Но сейчас я боюсь. Я боюсь всё испортить. Потому что результат, который вы видите сейчас на экране, я даже к нему, я не знаю как я к нему пришёл. Это получилось случайно. Для меня это неплохо. Я думаю Боба Росс, если бы это увидел, тоже сказал бы мне. Молодец мальчик. Вот так эта картина выглядит в законченном виде. Но в принципе тут не так уж много осталось. Да, ну кстати реально хорошо, мне нравится. Ладно, я не знаю, я не... Особенно учитывая, что ты это сам нарисовал. Может я когда-нибудь на хоростите тоже такую штуку сделала. Точнее я вообще не умею рисовать в пейнте. Поэтому я буду делать это в фотошопе, где рисовать я не умею ещё больше, чем в пейнте. Помните мем с бабушкой, которая в пейнте там нарисовала какие-то безумные картины? Вот моя цель в жизни. Я хочу так же. Я нашёл этот мем. Как она это делает? Господи, это шедевр. Слушай, ну это очень здорово. Просто в пейнте очень сложно рисовать. Вы сами, думаю, знаете об этом. Но как она это делает? И сколько она времени на это тратит? Начнём с деревьев. Супер. Я не умею рисовать деревья. Можно было брать деревья в этом предложении. Короче вот так. Нужно лишь дорисовать контуры и всё будет просто чудесно. Нет, ну вы смеете, смеетесь. Смешно тебе, да? Ничего смешного я в этом не вижу. Главное, что мне нравится, что я делаю. Результат не важен. Плохой яйц. Что это такое? Это похоже на... Это рыбы! Конечно же у вас просто не творческий взгляд на рисование. Смотрите, берём. Добавляем одну лишь точку. Рыба. Вот, уже гораздо лучше. Нет, и меня больше поражает, как бабуля нарисовала вот это. Вы только посмотрите, как бабуля это делает. Она похожа на Брайана, да. Тренировалась, примерялась. Слава богу, свободного времени у неё много. Когда же... Это не смешно. Это не смешно. Вообще ни разу. Когда же конча показалась... Нет! Нет! Это вообще ужасно. Почему я с этого смеюсь? Это просто уровень быдла. Я не... Я быдло, видимо. Когда же конь... Я не знаю просто как ударение... Конча! Когда же конча... Это не смешно, да я... Это позор! Если я сейчас же не смогу прочитать это, не сдержав смеха, просто позор. Я в себе разочаруюсь. Когда же конча показала рисунки... Ха-ха! Блин! Да нет! Это смешно не из-за забавного имени, а из-за самой ситуации, в которую я себя только что поставил, произнести предложение, ни разу не засмеявшись. Когда же конча... Это новый челлендж. Произнести предложение, не запреявшись челлендж. Сказал рисунки родственникам, они просто ахнули и посоветовали бабушке выложить их в интернет. Так она и сделала. Они предложили выложить кончу в интернет. Правильно сделала, это просто шикарно. Это просто цели. Цели и задачи. В начале марта у бабушки Сэры было всего 300 подписчиков, теперь уже больше 90 тысяч. Цели вдвойне. Не буду себя больше критиковать, просто продолжу и покажу вам финальный результат. Вот вы просто ахнете. Я уже готов ахнен. Ах. Надеюсь, вы оценили. Супер. Мне пора, да? Три часа. Ну слушай, по вам по видосу стали я бы тебе сказал. Комментариии. Юху. Я надеюсь тебе понравилось, я надеюсь тебе было интересно, я не знаю. Я почему перестал делать на него реакты, ну потому что вы как-то не смотрите, вам не интересно, ну ладно. Если вам интересно, можем и посмотреть, но трейлер мы точно глянем. А пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.